ХОРОШЕГО ПИТЕРА А потом опять похолодание Ну в общем сейчас вот после крещенских До крещенских Вот так вот вся эта погода и будет А потом неизвестно уже там что февраль, март Вот эти самые такие месяца В марте уже должно вроде все теплеть А в марте опять начинается снег и прочее Вот Я сейчас отправляюсь в ленту У меня есть Подарочная карта Папе подарили подарочную карту Причем знаете подарочная карта лента С тюльпанами Мужикам подарить подарочную карту с тюльпанами Ну не важно Короче называется подарочный сертификат Ну вот знаете как там Ревгош Литуаль Вот эти все карточки такие Вот И вот подарили им карту Но на ней не указан баланс И вот чтобы не попасть в просак Папа попросил сходить и узнать вообще Есть на ней что-нибудь Я посмотрел Можно узнать на сайте Или по телефону Но я вчера на сайте так у меня и не получилось Потому что я ввожу номер карты Он мне пишет что номер карты недействительным Звоню в колл-центр Там написано три выбора Звоню в колл-центр Девочка мне отвечает что Извините я вам такую информацию дать не могу Только на стойке информации А я говорю Телефон что ли У меня все время такое ощущение Что кому-то телефон звонит Вот у вас не бывает такого ощущения Идешь и кажется как будто телефон звонит А я этой девочке говорю Я говорю а как так то Я говорю написано что можно и у вас узнать Ну и видимо лень набирать кнопочки И в общем короче говоря Она не дала Так что вот сейчас иду и узнаю На стойке информации Вчера очень много людей интересовалось газелью Спрашивали ВИН Я как то поначалу раньше стремался Давать ВИН номер А потом мне сказали Ну и что ВИН номер Ну что такого У многих этот ВИН номер под лобовушкой Подойдешь там Говорит написано ничего страшного Это говорит просит ВИН номер Для того чтобы пробить Ну там ДТП Была не была Есть ли запрет на рик действия И так далее Ну у нас газелька чистая по всем фронтам То есть там все хорошо Вот И парик действия И все там просто три юр лица И уже потом физическое лицо Мой папа Вот Поэтому в принципе там ничего такого нет Ну вот Скинул Не знаю может заинтересуется Сейчас еще видите погода такая холодная Не у всех есть желание ходить машину выбирать Так что вот такие вот дела ребятки Все ладно Пойдемте в ленту Даже как бы рука чуть не так не сильно мерзнет Можно камеру держать Пойдемте сейчас в ленту Узнаем что там Сколько там денег Ну я думаю что там либо вообще ничего нет Ну вообще ничего нет Конечно это было бы стыдно дарить такие карты А Ну Небольшой наверное минимальный баланс Так что посмотрим Ну у нее в любом случае надо в ленту зайти И заодно я говорю Давай тогда карточку Я и посмотрю Так что ребята вот такие вот дела Долго включается камера Но это не потому что она сломана А это особенность такая Очень Как бы долго она включается Сначала индикатор несколько раз помигает О Папины Коллеги по работе Машина вот стоит Кстати у них недавно Мужчина Ну уже такой в возрасте На фонтанке Не на фонтанке вернее А на У летнего сада Знаете вот такие вот там мосты есть Собрал 4 автомобиля Разогнался А видимо на спуске с моста стало скользко И он нажал на тормоза Может АПС резко сработал Не знаю Вот он собрал 4 машины Вот был у них разбор полетов Заставит его платить Вон видите он там стоит ФИАТ Это не папа случайно мой Не Его сейчас с ФИАТа пересадили У них там вообще на работе Пришел новое руководство И в общем короче по ходу дела Хотят все предприятие закрывать Ну что в руки частников все отдадут Жесть конечно что творится По поводу бензина Где то на каких то станциях подорожало А где то на 20 копеек А где то больше А что они тут делают Тут газа вроде нету А ну это вот такая же Вот такая же машина А у них там наверное газ проверяют Обходы делают Они обходы делают Газ проверяют Вот такая же точно машина Вот тоже с багажником Вот он ехал по этим мостам И собрал 4 автомобиля Даже в ДТП и ЧП было Вот эта вот история Я то честно говоря думал Что это какой то молодой парень Потому что у них там Молодых парней очень много Нет оказалось мужчина Такой возрасте Не знаю как так получилось Ну знаете бывает она старуха проруха Когда К примеру Всякое может быть Человек может например 40 лет так же Никогда не попадать в аварию И тут вот в один прекрасный момент Вот так вот Всякое может быть Так что вот Такие вот дела А вот тут сколько пенсин А тут вообще 92-го нет А 95-й 46-25 А это какой номер Ну не знаю В общем короче говоря Вот эта вот забравка Линус Она самая такая Ну на букву Г Поэтому тут особо Тут можно только Волгу заправлять Она ест все что угодно А вот Я смотрю здесь Раньше когда был автосалон Лада То люди прям новый автомобиль Заливали вот на этом Г Вообще конец Ну есть же там На той стороне заправка Чуть дальше там Есть заправка еще Не ну на такой Я точно заправляться не стал Это вообще жизнь конечно Ой скользко-то как Дороги вообще нигде не посыпаны Не убраны Хоть бы хны вообще Идешь Можно навернуться Только так И кстати очень мало вижу техники Вот в центре уборочной Снегоуборочной техники много А вот в наших таких спальных районах мало Так что вот Ну все пришли уже к мебели Вуду К ленте Сейчас зайдем Узнаем Обычно раньше мы все время поднимались Вот по этой горке Но она сейчас видите Вся во льду Скользкая Я туда конечно же не полез Потому что это можно навернуться Как не знаю что Вчера смотрел Влог А Мари Лайф Ну это Для тех кто не знает Алва Дочь Дети Любы И она вчера показывала Ну опять же кто смотрит их каналы Кто в курсе Она вчера показывала квартиру Востанкина Я громко говорю Потому что машины рядом едут Она вчера показывала квартиру Востанкина Ну Приезжала там даже были сантехники Приди счетчики проверить И вот она показывала квартиру А сегодня утром У нее в инстаграм В сторис Я увидел Что ей стали писать Комментаторы дебильные Ну хейтеры вот эти Слушайте Такую чушь Вот Вы нам врали Что вы квартиру не сдаете А на самом деле Вы ее сдаете Потому что у вас там лежит мыло И туалетная бумага Слушайте У меня у брата квартира от бабушки осталась Там даже чайник стоит Электрический И че Вернее газовый И че Это означает Что там кто-то живет Неужели Они не видели Там ванна грязнущая Там у них идет Прорыв трубы какой-то И в ванну Все это вот эти Унитаз Видно что уже тысячу лет Им никто не пользовался Он аж высох И покрылся ржавчиной Но видно же следы Когда долго никто не пребывает Но это видно Когда никто в квартире Долго не живет Это все видно Люди идиоты Просто такую хрень пишут Ой Потом нашли Какую-то у него Перилу для балерин И в конце Алла в сторис выкладывает Да Мы сдаем квартиру для балерины Ну там какие-то приколы Я даже отреагировал Смайликами Смеющимися Вообще конец Что люди пишут Вот воображение Это у кого работает Вот кого надо в депутаты Это Я вот думал Что только депутаты Могут какую-то хрень придумать А еще оказывается Есть хейтеры Которые могут придумать А кучу Ну смотрите Какое солнышко поднялось Красотища Так А нам в Косторами Ничего не надо Что-то мне надо было в Косторами А что не помню Ну ладно Мне потом все равно Нужно будет ехать Уже когда тепло будет Покупать Для Волги Ковролин Вот И еще нужны будут Металлические Я хочу сделать Антизащиту Антиугон Своими руками Я придумал Как сделать Мне для жопика Надо будет И сделать на педали Такие Специальные Если они продаются Готовые Но стоит это 2000 А я сделал сам Своими руками Подешевле Так что Такие дела Все Пришли в ленту Сейчас на стойку информации Спросим Ребят Я могу говорить долго Если бы у меня был планшет На котором я бы мог Длительные ролики монтировать У меня бы ролики По часу выходили Так что Вот такие вот дела Ребят Ладно Все Пойдемте Сейчас узнаем А здесь вообще Парковка не исчищенная Сейчас пойдем И узнаем Сколько там Денежек на этой карте Есть ли они вообще Подарили им по 1000 рублей Поэтому Ну Я сейчас ему позвоню Скажу что ему купить На эти деньги Потому что В принципе Из ленты Что он там Ну наверное скорее всего Что-нибудь Не знаю Может ему что-нибудь Ему надо Так А нам надо купить продукты Потому что Пятерочку Ребят Ходить абсолютно Не выгодно Очень все дорого Пятерочка По этих Поэтому Только лента Что у нас тут есть Шоколад Риттер Спорт Нет Шоколадки нам не нужны У нас их целая куча Сейчас зайду В автомобиль Ничего нибудь там Посмотрю Так что Вот ребята Вот такие Ну дела Ирвик По 199 Но мы уже купили А вот надо что Лезвие купить Кончилось лезвие Так что ладно Сейчас сходим Посмотрим Мама попросила Ну вернее не попросила А хочет на дачу печь Вот печка Печь Экон 2999 А стоила Надо вот На видео Ну это без А Слушайте Внизу есть Может купить Ну не сейчас Я имею ввиду Надо у нее спросить 2999 Может быть Действительно купить Пока она на акции Я не знаю правда Хорошая она или нет Надо отзывы почитать Потому что на дачу Все время Печку топить Не будешь смотреть Какой самовар Хотел сказать Самокат 2999 Вот Все больше нет Ничего Ладно я сейчас Даже сфотографирую На всякий случай Потому что покажу Что мы вчера Только на эту тему Разговаривали Сейчас посмотрим Видите дата 17 А вот там далеко В конце В самом 19 Так что смотрите Чем дальше Тем свежее Не так жарко Ребята Мне стало Даже немного нехорошо Потому что еще в этой маске Это вообще конец Я ее спустил На подворот Потому что нечем А пока на кассе стоял Жарко очень Она мне еще так долго Пробивала Кстати говорит А документы есть? Я говорю Какие? На алкашку А я там папе пиво взял Он говорит А что мне В продуктовом магазине Возьми Какого-нибудь Дорогого Хорошего пива Ну такого Не дешманского А там же продаются Есть отдельный отдел Элитного пива Немецкое Какое-нибудь такое Дорогое Лучше вот несколько Бутылочек таких И вот она у меня спрашивает А документы на алкашку есть? Я говорю А что я так молодо выгляжу что ли? Ну у вас только глаза взрослые Я говорю Ну хорошо Пусть будет комплимент А у меня паспорт всегда с собой Я его все с собой ношу Так что вот все Пойдемте домой Сейчас буду готовить Ножки По рецепту дяди Бориса Ну Тетя Любиного мужа Рецепт простой Я не знаю Буду ли я вообще снимать Это видео отдельно Там в принципе Просто любая курица У меня ножки Я взял сейчас ножки В общем Курица Маринуется Значит берете Кладете курицу И смешиваете соус Горчица Ну на свой вкус Сколько там Две-три ложки горчицы Значит Так же две-три ложки майонеза Соль Черный перец По вкусу И приправа курицы Любая Я взял приправу курицы От Кнор Для шашлыка Она вот Для мяса брал Она обалденная И еще можно положить туда Хмели-сунели Ну у меня По-моему дома Хмели-сунели есть Я не стал покупать А то что-то он там Почти 100 рублей пачечка Я вот не помню По-моему у нас он есть И это все маринуется Часа два Ну то есть вот этот соус Замешали Залили курицу Ну это могут быть Крылышки, ножки, филе Без разницы Бедрышки Все это значит Замешали в этом соусе И ждете Чем дольше тем лучше Ну часа два как минимум И потом на сковородочку И типа там тушиться Тушиться И приятного аппетита Так что сейчас приготовим Не знаю Может сниму А может не буду Так что вот все Пошли готовить Ребята переехали Видим что-то тут с газом Вон они там делают Вот они работают У меня папа возит Вот этих вот Специалистов И они Занимаются газопроводами Вот возле домов Может быть видели Такие стоят Металлические конструкции Газ нарисован Вот они это все ремонтируют И вот это все предприятие Хотят закрыть Представляете То есть не нужны рабочие Вообще Вот они видите Там чинят Вот у меня папа Так же привезет Они сидят там чинят Вернее они чинят Там в машине сидят и ждет И вот это все предприятие К лету вроде как Пришло новое руководство И вроде как к лету Хотят все закрыть То есть все распродать Так ну что дяденька На каршеринге пропустишь И в общем короче говоря К лету Все хотят Они сейчас все распродают Вот такие вот Фиаты будут распродавать У меня папа хочет Такой фиат откупить Ну вот на котором он работал Не знаю если получится Вместо газели взять Вот такой фиат Но не знаю Смогут в этот раз Я думаю что с новым руководством Хрен нам продадут Или продадут Но очень дорого И в общем короче говоря Все это будет прикрываться В общем все отдают В частные руки ребята Ладно это лирика Пошли готовить Готовить надо Война войной Обед по расписанию Значит что замешал Сразу быстро покажу Тут ничего не надо Вот горчица Ну горчицу я положу немножко Потому что она очень острая У меня и киевская горчица Куда-то пропала Не знаю Вот такая еще есть приправа Для курицы Вместо черного перца Я кладу сладкий Майонез И что еще А и приправа Кнор Для вот курицы То что в ленте Сейчас я брал Сейчас это все замешаю И туда И все Это дело все замаринал Ну как бы вот я замешал И по времени Ну у меня часа на два А вы можете хоть на всю ночь Чем дольше короче говоря Тем лучше Курица любая Я уже говорил И филе можно И ножки И бедрышки И все что угодно Можно целиком курицу Вот как у нее был сделан Все сейчас накрою Пусть это часа два полежит Потом будем жарить Ну тушить жарить Время вроде подошло К тому что надо готовить Есть Потому что уже скоро придут Надо кормить Вот так у нас это все дело получилось Я не знаю ребят Получится у меня в один влог монтировать Потому что у меня больше 20 минут не монтируется Вот Кто-то положил грязную сковородку Я не помыл ее после блинов Пришлось отмывать Так Ну что Сейчас включаем Давайте Вот так поставлю я вас Ой Сейчас меня упадете ребят Вот некуда поставить Давайте вот так поставлю Так Сейчас Включаем сковородку Наливаем чуть-чуть масла Много не будем Ну вот достаточно Вот Вот так вот сейчас мы его Распространим Это как бы сковородка В принципе без Такого Польшего количества масла Не надо Да и в принципе Наверное и греть ее не надо Она Такая Греть не требуется Ее Даже Не рекомендуется Ну и берем Просто-напросто Вот так я руки не буду Пачкать Тоже мне в одной руке Камера Вот Все тут пусто Это все убираем Сейчас возьму Пластмассовую Так Ну и вот так вот Разровняем Это дело Вот Единственное что Ребят Я солюшку не добавлял Потому что Солюшка не надо Потому что Приправа Уже соленая И можно будет пересолить А вы хотите Добавляйте Все Не хотите Добавляйте Так все Ставим маленький огонечек Вот буквально И сверху Накрываем крышкой Чтобы это все Как бы Как тетилюб Сказал Подтушивалось В общем Пусть это все Подтушивается И уже Конечный результат Соус Был немножечко Гуще Чем у него Поэтому У меня Курица Уже начала Как бы Зажариваться Но я в принципе Люблю вот с такой Корочкой Но все равно Поскольку С одной стороны Она еще не поджарилась Я немножко Решил добавить воды Чтобы все таки Она вот тушилась У меня не получилась Она такая Немного тушеная Но ничего страшного Я люблю вот такую У меня в принципе Такую все едят Поэтому немножко Водички все таки Добавлю А вы смотрите сам Если у вас Соус по жиже То не надо Главное Чтоб у вас влага была Ну вот водички Я чуть-чуть буквально И все Пускай я теперь тушу Курица почти готова Вот результат Которого Нужно было добиться То есть Ну вот здесь Вот поджарено И здесь видите Тоже курочка поджарена В принципе Можно выключить уже Немножко еще сейчас постоит Запах ребята Обалденный Вообще просто шикарный Тут и пахнет И горчицей И вот этой приправой Ну можно в принципе Вот так вот Я думаю Наверное готово уже Так что вот ребята Вот так это выглядит Еще раз говорю Курица может быть любая Поэтому готовьте Пробуйте Всем приятного аппетита Очень вкусно Я даже вот Ну пробовать не буду Пока еще есть не хочу Но по запаху Чувствую Что обалденно вкусно Все Всем приятного аппетита